да он не проводящим веществом чему родились самостоятельства из логическое заключается е нулевое на а в квадрате пузыри д равно е нулевое емкости а в квадрате поделить на 4d ну получается два конденсатора емкости равные до 4 емкости равные 5 4 получилось да первым ничего во втором площадь а значит площадь в четыре раза меньше до зазорами в котором тоже равен d ну да чтобы компенсировать надо я должно быть 4 или согласен что-то решение 4 до молодец шестой номер цепи схемы которого беру нашли часто к цепи схема которого изображена на рисунке до замыкания ключа к имел электрическую емкость 3 нанофарада после замыкания ключа электро емкость данного участка цепи стала равна 4 на то есть группа говоря у меня получается вот емкость это параллельные штуки вот так я был раз два два четыре регулярно 4 4 на 4 до сев 4 это сев кубин на 4 почему при параллельном как емкость делают весь последовательность почему ли туда при последовательном емкости же обратно чем складываются да поэтому общая емкость а на 4 почему у нас емкость общего 1 на емкость общего равно один на c плюс один на c так а если разуме четыре раза их 4 значит общем костя на 4 когда ключ замыкаем нас три раз два три получается или как ну вот эти будут параллельно да еще у нас то есть это плюс это плюс это нам дает сколько 30 так и эти ну параллельно нас получается 2 делить на c до плюс плюс x один на 30 до но у нас когда ключ замкнули у нас все концатор участвуют схеме вот этот вот этот вот это параллельно соединены до их емкость 3 подожди нет ни три ци емкость есть c пополам вот у этих так и плюс счет c полтора то есть две трети ци икс и ци 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 x а мы не знаем да забываем по другому считать у этот этот 2 c то есть 2 делить на c так плюс вот это и вот это соединены последовательно то есть у них емкость c пополам так как стоп мы ведь можем найти c на 4 равно 3 это c пополам у нас это за есть и при последовательном они складываются то есть получается 1 делить на их сумму до c пополам плюс cx верно не равно это чему но новый ну один на c2 как новая емкость а получилось там сказано что у нас до замыкания мелочи спинку стена на фарад то есть это равно трем да получается насчет в целом да идет 12 какие-то там единицы на на марат а тут и стала равна 4 то есть 1 4 можно писать да так и c 12 подставить 2 литра 12 1 6 так плюс тут получается 1 делить на 6 плюс cx да равно 1 4 если мы из 1 4 вычтем 1 6 6 сколько получил вот 12 да общий знаменатель это 3 минус 1 1 12 получим то есть вот это равна 1 12 сюда мы видим что цик должно равняться туда 6 чтобы 1 12 то есть 1 6 плюс 1 12 будет 1 4 будет на 2 домножаем будет 3 12 1 4 то есть это 12 должно это это 6 значит то 6 значит cx 6 посмотрим ответ ты понял идею или не очень понял да понял при последовательном их общей емкости находится по форме ну 4c это мы так ставим нашли 12 да и потом при измыкании учитывается параллельность 1 на c 1 на c это мы 2 делить на c записали вот это написали также и решаем да так давай модель напряженность электрическую поле плоско-воздушного концатора емкостью c равно 50 здесь 6 фарада электро емкость равна 200 метр всеми же пластинами концатора д равно 10 минус 3 метра чему равен заряд этого конденсатора нужно идти это может вольт на метр непонятно не другое как связать это еда понятно что у нас е равно типа это не деф на у на той же степени у на дэна равно вольт на металл на дэна на дэна ну надо и напряжение на расстояние пластиночек так ну да тебе дано 2 все я отсюда вот ты сможешь просто найти это 50 сейчас 200 вольт на метр ты можешь на 2 миллиметра найдешь у зная у зная с найдешь заряд заряд как считается 50 10 6 на 200 1 2 3 то есть это е на д вот вот так можно просто 4 вот так считал по этой формы там проверим чем как то вот форму цаеды а я опять забыл умножить короче калькулятором пользуются я не помню считать так восьмой номер схемка значит есть конденсатор c резистора с сопротивлением r и ключа k конденсатор заряжен до напряжения 20 вольт заряд на обкладках концатор равен 10 на 6 какое количество ты выделишь резисторы после замыкания ключа k 20 на ну ладно 20 умножить на 4 ой надеюсь минус 6 это получается у нас работа что читаешь вот у нас концатор есть он не заряжен так когда мы ключ соединим у нас что будет зарядами на канаты они же до нуля дойдут стоп что вот смотри вот концатор он не заря вот он ключ разомкнут да то есть тут у нас ку стоит на этой пластинке на это стоит минуску так да так это будет как мы только ключ замкнули ну у нас просто заряды эти пошли сюда эти пошли сюда все они как бы снулились все и концатор перестанет быть заряженным да верно да да напряжение на нем никакого не будет тогда так да после замыкания ключа ну вот вначале какая энергия у нас будет в в начале я щас ку нау ну 20 минус пополам да сейчас 10 ну и получается вся энергия уйдет в теплоту наверное вообще ну а куда он денется тоже у него же энергия ноль потом станет понятно да то есть энергия концатора какая ку нау пополам так все поскольку ключ замкнули на нем заряд же ноль станет он просто пропадет значит концатор энергия потом станет ноль значит куда делся 10 микро джоли в тепло ушли понятно или нет да то есть формула энергии да не формула работы да которую мы с тобой прошли а формула энергии так девятый джинни полимер это же было 25 на 15 на 10 минус 3 на 12 10 минус 6 просто перемножить до 4 25 на 15 на 12 в ком микро на 10 минус 6 посчитали 10 смотреть вот это интереснее будет 4 концатора соединены как показаны электроемкость после батареи конца ну просто посчитать да то есть параллельно последовательно получается 50 сейчас получается будет регонзатора первое это первое будет 50 второго будет 25 второго будет 25 получается 25 поделить на 100 100 на 20 50 на 25 в квадрате поделить на 100 не понял как ты считаешь давай без этих просто значение c и c это сколько 2c да 2c а это c пополам да да надо взять обратной величины сложить да 2 делить на c плюс 1 делить на 2c так ну все оттуда умножаем на 2 будет 5 так делить на 2c верно то есть общая емкость это 0 4c то есть 2 5 это 0 4c а c у нас 25 25 на 4 0 4 на 25 сколько будет 10 да 10 то есть я правильно понимаю что вот формулу c общего на c11 а c2 поделить на их сумму ее нельзя использовать можно а как ну тут 2c просто я считал таким способом то есть у меня наверху 50 на 25 на 25 поделить на 50 плюс 25 плюс 25 у меня ответ 312 с половиной дожди это 50 это 25 да это тоже 25 какую-то форму хочешь использовать но с 11 23 потереть на их сумму такой нет формулы и я понял почему не могу использовать а ты откуда эту формулу то взял я понял такой нет формулы по-другому такой нет формулы только это на 2 действует только для 2 действует для 3 там попарные произведения надо брать ну все лучше использовать обратные величины ну как я тебя посчитал хорошо посмотрим посмотрим ну они так считают вот один на c один на c один на c пять вторых c получилось перевернули и посчитали 0 4 м м м м м м м м